Мы первые получили Магдабурское право. В Бресте возникла первая типография. И отпечатана знаменитая Берестейская Библия. Именно здесь зародился план Грюнвальской битвы. Брест богат на исторические события. Мы сейчас находимся в музее Бересте. Как раз-таки именно здесь начинается история города. Впервые Брест упоминается в 2019 году в повести временных лет. И именно эта дата считается днем рождения города. Хотя некоторые источники, в том числе и археологические, нам подтверждают, что город еще более ранний. В 1968 году начинаются археологические раскопки на Брестском городище. Возглавил их академик Лысенко. Особенность такая, что болотистая местность хорошо сохраняет органику. И в последующем был скрыт достаточно большой культурный пласт, который показал, что Брест является одним из зренейших городов не только Беларуси, а в целом на территории восточных славян. Когда мы говорим Брест, мы вспоминаем Брестскую крепость, символ мужества и стойкости белорусского народа и народов Советского Союза. Гитлеру создавали всего несколько часов на взятие крепости. Но крепость держалась более месяца. На 32-й день войны был захвачен майор Петр Михайлович Гаврилов. Ежегодно крепость посещают сотни тысяч людей из десятков стран мира. Я работаю в школе номер 9 имени Алексея Федоровича Наганова. Защитник Брестской крепости. Он отличился при защите Тереспольских ворот. В целом школа достаточно большая, учатся 1200 человек. И в школе созданы все условия для получения образования учащимися. Есть колледжи, профессионально-технические лицеи. Ну и, конечно же, у нас представлено два высших учебных заведения. Учащиеся могут выбрать куда-нибудь учиться, получить профессию и, самое главное, найти нужную работу. У нас много предприятий. Их продукция представлена по всему миру. Активно развивается социальная сфера. Строится большое количество домов, люди получают жилье, и общая очередь на жилье становится меньше. У нас на высоком уровне качество оказания медицинских услуг, и оно постоянно улучшается. Происходит модернизация учреждений здравоохранения, закупаются новые оборудования и готовятся соответствующие специалисты. Улица Советская – визитная карточка нашего города. Именно сюда приезжают наши гости, туристы, друзья. Здесь много кафе, ресторанов, поездных магазинов. Не всегда эта улица была пешеходной. Последняя ее реконструкция касается 2009 года. И именно тогда появляются малые архитектурные формы. Здесь присутствующие памятники, фонари, которые зажигают фонарчик. Он каждый день в определенное время зажигает керосиновые фонари. Особое местное притяжение является улица Гоголя. Именно там расположена аллея кованых фонарей. У каждого фонаря расположена табличка, на которой перечислены предприятия, за счет которых установлен данный фонарь. Я родился в этом городе, вырос, учился. Здесь родились мои дети. Он очень красивый, прекрасный город. Я его люблю, и это мое место для жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова